Мы начнём разбор второй лекции по книге «Послание к римлянам». Сегодня мы начнём с восьмого стиха первой главы. До этого мы уже говорили о том, что начало «Послание к римлянам» говорит о Евангелии. И второй стих также говорит о нём. Евангелие происходит от греческого слова «еуангелеон». «Еуангелеон» – оно означает «радостная весть» либо «хорошие новости». Иисус Христос пришёл на землю стать путём ко спасению. Он умер на кресте и воскрес из мёртвых. И всё это Он сделал для нас, людей. Иисус и есть Евангелие. Мы обретаем вечную жизнь через веру в Христа. Прочтём римлянам 1.8. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всём мире». «Прежде всего, означает что-то важное». Как вы думаете, что считалось важным в те времена? Некоторые люди в Риме были спасены благодаря Евангелию. И Павел делал акцент на том, что если человек получил Евангелие, значит, он получил спасение. Принял Евангелие, получил спасение. И Павел благодарил Бога за спасённых в Риме. В то время Рим был центральным местом, городом политической силы. И христиан в нём преследовали. Но, несмотря на это, церкви строились, люди спасались, и верующие прилагались к церкви. Павел благодарил Господа за всё, что происходило. Ведь всё это было по благодати Бога. Павел благодарил Господа также за Евангелие, распространённое по всей земле. В то время Евангелие стремительно распространялось. Первое послание фессалоникийцам 1,8. Вера в Бога стала известной повсюду. Прочтём первую главу, 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его, что непрестанно воспоминаю о вас». Павел говорит, что служит Богу всем сердцем. В греческом языке фраза «всем сердцем» – это «пнеума». «Пнеума», что означает «дух». «Дух». То есть, Павел духом служил Богу, всем своим духом. Иоанна 4,24. Богу нужно поклоняться в Духе и Истине, то есть, служить и поклоняться Господу всем духом. Слушаться Духа Святого во времена молитвы и поклонения тоже необходимо. Необходимо поклоняться Богу в присутствии Святого Духа. Павел продолжал молиться за верующих в Риме. Он всегда молился за римские церкви. «Пасторам всегда следует молиться за верующих». Первая книга царств, стих 23-12 главы. «Верующие же должны молиться за пасторов, за то, чтобы пасторы были хорошим инструментом в руках Бога. Стих 10. «Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Несмотря ни на что, Павел имел желание идти в Рим, потому что этого хотел Бог. «Если в сердце Бога было желание, чтобы Павел проповедовал Евангелие в Риме, то Павел планировал время для этого. Если мы хотим, чтобы Бог вел нас, то мы должны следовать примеру поведения Павла. Все должно быть сделано в отведенное Богом время». Существует определенное время, когда Бог позволяет вещам быть выполненными, независимо от того, насколько они хорошие. «Даже если дело касается принятия веры, то это должно произойти в самое подходящее время, которое приготовил Бог». И важно повиноваться Богу, доверять Ему в том времени, которое Он избирает. Несмотря на то, насколько хороша почва для принятия какого-либо решения или действия, мы всегда должны слушать голос Бога и принимать решения и выполнять действия только тогда, когда Бог позволяет «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некоторые дарования духовные к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею». У Павла всегда было страстное желание увидеть верующих Рима. Как вы думаете, почему Павел так сильно хотел увидеться с ними? Во-первых, он хотел поделиться с ними духовными дарами, такими как истина Слова Божьего, а именно истина, которая открылась Павлу. И он хотел поделиться ею с верующими в Риме всеми путями, которые он только мог избрать. «Также и нам следует делиться духовными дарами с нашими братьями и сестрами во Христе». 15 глава, 29 стих. Мы должны свидетельствовать об истине. Очень важно учить Слову Господа. во-первых, учить истине верующих, но также и учить истине членов своей семьи. Различными путями нам следует делиться духовной истиной с людьми по всему миру. С детьми в воскресных школах, с рослыми христианами. Нужно делиться откровениями, которые мы получаем от Господа. Верующие укрепляются через духовные дары. Поэтому Павел пытался помочь христианам иметь крепкую веру через дары Духа. Есть и вторая причина, по которой Павел хотел посетить Рим. Он хотел вдохновить себя и верующих в Риме. Это то, что мы называем «следовать в вере». Это общение верующих, через которое мы помогаем друг другу обновляться, утешать друг друга, быть в единстве и строить взаимоотношения в церкви. И вновь, почему же Павел хотел пойти в Рим? Во-первых, поделиться духовными переживаниями. Во-вторых, ободрить себя и других. Стих 13. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. В этом стихе мы снова видим причину, по которой Павел продолжает стараться попасть в Рим. Он хотел увидеть жатву среди римских верующих. Мы должны приносить жатву и плоды нашей веры. Плоды праведности и святости. Ефесиным 4.24 Также мы должны быть плодовиты в познании. Колосиным 3.10 По мере нашего роста в духе нам свойственно больше и больше походить на Христа. Галатам 4.19 Существует 9 плодов духа Галатам 5.22 Также есть плод даяния Филиппийцам 4.17 Колосиным 4.3 А также в Ефесиным 5.9 говорится о плоде света. Стихи 14.15 Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Благодаря и еленам народ становился более культурным и воспитанным, а другие же, наоборот, развращали народ. Павел говорит, что он должен Евангелие всем. Он должен рассказать о Евангелии и мудрецам, и невеждам. За долги нужно платить. Это наша обязанность выплатить долг, если у нас он есть. Мы получили Евангелие от кого-то, и кому же мы должны заплатить за него? Нам следует заплатить не тому, кто рассказал нам о Евангелии, но через проповедь Евангелия тем, кто еще не слышал о нем, так как мы, так мы и расплачиваемся за этот долг. Получается, что, приняв Евангелие от кого-то, мы должны поделиться им с другими, кто еще не верит в Иисуса. И горе нам, если не благовествуем. 1 Коринфянам 9.16, Римлянам 15.27 Бог взыщет с нас цену, если мы не будем распространять Евангелие дальше. Деяние 20.26 Слышат нас люди или нет, мы должны делиться Евангелием. Езекииль 3.11 и 18. 2 Тимофею 4.2 Нам следует делиться благой вестью изо всех сил, распространяя ее до всех концов земли. Стих 16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть истина, есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Павел не стыдился Евангелия. Но, напротив, это то, чем нужно хвалиться. И он знал об этом. Однако те, кто идут к погибели, считают, что эта весть о кресте просто безумие. 1 Коринфянам 1.18 Несмотря на это, Павел хвалился Евангелием. Потому что у Бога есть сила даровать спасение каждому, кто верит в благую весть о кресте. 1 Тимофею 1.11 У Евангелия есть сила спасения. В Евангелии заключена сила воскресить мертвого к жизни. Невозможно обрести спасение через философию этого мира. Или через науку. Или через что-либо человеческое. Павел гордился Евангелием и очень уверенно делился им с другими. 2 Тимофею 1.11 Павел гордился Евангелием и очень уверенно делился им с другими. Евангелие имеет ценность. 2 Коринфянам 4.7 Оно прославлено. Оно есть похвала. В нем заключена сила, способная воскресить мертвого. Римляне хвалились той силой Евангелия, что у них была. Елены хвалились своей культурой и знаниями. Иудеи были горды своей религиозной духовностью. В то время, когда Павел хвалился благой вестью о кресте. Это служение наделено славой, ведь оно несет человеку хорошую новость. 2 Коринфянам 3.9 Есть сила в Евангелии. От Марка 16 стихи 17-18 Само Евангелие и есть сила. В нем есть жизнь. Таким образом, через силу благой вести спасаются жизни. Слово сила на греческом языке звучит как дунамис. Дунамис. Что означает сила, прочность. Оно как динамит. Динамит. Вот что это значит. Динамит. А он взрывоопасен. Нобель, который основал Нобелевскую премию. Изобрел динамит. Динамит взрывает здания, мосты, горы. В динамите заключена сила разрушать. А у Евангелия есть сила спасать. Сила спасать жизни. Сила противостоять дьяволу. Евангелие само по себе сила. Бог дает силу тем, кто делится благой вестью. Матфея 10, 1 Марка 16, 18 Таким образом, мы должны быть твердо уверены в том, что Бог укрепляет тех, кто распространяет Евангелие. Никто не в силе остановить Евангелие. Ведь в нем есть сила Господа. Сила спасения, чтобы спасти нас от греха. Матфея 1, 21 В Евангелии заключена сила спасти от гнева и осуждения Божьего. Пятая глава, девятый стих Всякий верующий получить спасение Независимо от национальности, будь то язычник или еврей Каждый верующий спасется Образованный и не образованный Женщина или мужчина Старый или молодой Бедный или богатый Каждый получит спасение, если имеет веру Всякий верующий получает спасение Павел гордился таким Евангелием Написано, что, во-первых, Иудею, потом и Елену Здесь дело не в этической дискриминации Но это то, как сказал Бог Бог расположил, чтобы иудеи первыми услышали о Евангелии А Евангелие распространяется согласно Божьему изволению Стих Здесь говорится о порядке распространения Евангелия Стих 17 В нем открывается правда Божия от веры в веру Как написано Праведный верою жив будет Это очень важный стих Божья правда открывается в Евангелии Что же имеется в виду под Божьей правдой? Здесь не имеется в виду праведность Бога Или же добрые дела Бога И это не о Божьей справедливости И не о правдивости, не о праведности закона Но что же это тогда значит? Правда Божья Правда Это дикоосуне Дикоосуне Это означает настоящий Истинный Правильный Вот его значение Это подарок тем, кто верит в Христа Нам нужно помнить об этой правде Правда Божия Это Божий подарок для тех, кто верит в Иисуса Подарок правды Римлянам 3, 21 Это такая правда, которая дается нам И признается Богом в его глазах правдой Это правда, которая будет признана праведной на Божьем суде Это такая правда, которую мы получили бесплатно По благодати До того, как Бог одел нас в праведность Христа Мы были грешниками Грешники оправдываются через Евангелие Поэтому мы признаны праведными перед Богом Бог сам называет и считает нас праведными Иисус полностью исполнил закон Все законы Нового Завета Все законы Ветхого Завета Иисусом были исполнены Он покорился Богу, когда был распят на кресте Поэтому Христос свят перед Богом 1 Коринфянам 1, 30 Бог сделал нас праведными Облег нас в праведную одежду И Он признает нас таковыми на суде Мы получаем Эту праведность по благодати Божьей Без всякой платы за нее С нашей стороны Не потому, что мы заслужили Мы получаем эту праведность Мы получаем оправдание через веру в Христа Абсолютно бесплатно Поэтому нам следует быть благодарными за это Мы благодарим Бога за то, что Он считает нас праведными Хотя мы и грешники Но теперь чисты благодаря Христу Это свершилось по благодати Бога Иисус сказал с верой от начала до конца Это символизирует возрастание и продолжительность веры Вера должна расти Мы должны начинать возрастать в вере Начиная с того момента, когда мы только уверовали в Христа Первое Коринфянам 3 стихи 1 и 2 Евреям 5 глава стихи 13-14 Ефесинам 4 глава 15 стих Написано Праведный верою жив будет Аввакум 2 глава 4 стих Галатам 3 глава 11 стих Евреям 10-38 Этот стих имеет большое значение в послании к римлянам Это на самом деле ключевой стих всего послания Праведной верою жив будет Мы очищены через веру в Христа И так как мы считаемся теперь праведными Мы должны жить по нашей вере Вечная жизнь нам дается через веру Поэтому нам следует жить верой Жить верой от начала до конца Вера в начале Вера в середине Вера в конце Губернаторы живут политикой Продавцы бизнесом Солдаты силой Школьники учебой Фермеры жатвой Инженеры навыками Но верующие живут лишь верой Верой в Иисуса Христа Иисус дал нам новую жизнь И мы должны прожить ее согласно Слову Господа Написано, что наши жизни оживут через веру Наша жизнь, жизнь нашего духа оживает верой Дух сам получает жизнь Стих 18 Ибо открывается гнев Божий С неба на всякое нечестие и неправду Человеков, подавляющих истину неправдою Гнев Господень на тех, кто не ходит путем истины Он гневается о нечестие и неправде Под неправдой имеется в виду игнорирование совести Жадность Жадность И эгоистичность Неправда Это ненадлежащее отношение к Богу Гнев Господа по причине осуждения Бога Псалом 7, 11 Сказано, открывается Гнев Божий с неба С неба значит духовный мир А давайте прочтем 19 стих Ибо что можно знать о Боге явно для них Потому что Бог явил им В этом стихе Павел отмечает Что все являются грешниками Евреи или другие народы Здесь в первой главе стихах с 18 по 23 Язычники, грешники И иудеи, также грешники Вторая глава, первый стих И третья глава, восьмой стих Павел говорит, что евреи тоже грешники Все человечество Это грешники Третья глава, стихи с 9 по 20 Он говорит, что каждый человек согрешил Но то, что может спасти нас Это оправдание по вере Каждый согрешивший Нуждается в Евангелии Каждому из них Нужно спасение от греха и смерти Бог судит, делающих беззаконие Стих 19 Ибо что можно знать о Боге Явно для них Потому что Бог явил им Что можно знать о Боге Явно для них Этот стих Говорит о совести и духе Бог сделал так Что мы можем узнавать его По совести и духу У животных нет духа Они нерациональны И не могут познать Бога Бог открыл себя человеку Однако из-за греха Дух человека мертв Дух человека был во мраке греха Люди были более неспособны Слышать Бога без особого откровения Стих 20 Ибо невидимое его Вечная сила его и божество От создания мира Через рассматривание творений видимы Так что они безответны Написано От создания мира Через рассматривание творений видимы Это описывает Божественность и силу Господа Его божественность и силу Они увидели и осознали Из чего были сделаны Это говорит о естественном откровении Откровение Бога Было открыто через все его творение Он учил нас узнавать его существование Через природу вокруг Но Дух человека был в темноте И не увидел Бога С тех пор человек Никогда не переживал Бога Через его творение Поэтому Бог сотворил Другие виды откровений В стихе сказано Так что они безответны Бог насадил дух И интеллект в человеке Для того, чтобы мы могли Познавать Бога Поэтому ни у кого нет оправдания Что он не знает Бога Никто не может просто сказать Я не знаю Бога Стих 21 Но как они, познав Бога Не прославили Его, как Бога И не возблагодарили Но осуетились в умствованиях своих И омрачилось несмысленно их сердце Люди отвернулись от Бога По причине греха Они оставили Господа И поэтому мысли их осуетились Все это из-за того, что человек был отделен от Бога От источника света и мудрости Сердце людское омрачилось Сердце людское омрачилось И стало бессмысленным Ефесианам 4, 18 Также и сами люди оглупели И начали поклоняться идолам Идолы стали богами для них Однако люди поклоняются идолам Из-за собственной жадности И ради собственного удовлетворения Второзаконие 9, стихи 12, 16 Человек перестал прославлять и благодарить Бога И в этом заключается нечестие Нечестие – это незнание Бога И невыражение благодарности Ему Все виды развращения Это результат человеческого нечестия Стих 22 Называя себя мудрыми, обезумели Люди называли себя мудрыми Но в конечном счете обезумели 1 Коринфянам 3, стихи 19-20 Познания человека ограничены Он не осознает всего творения мира Его ум омрачился из-за греха По этой причине мы Не могли больше узнавать Бога в нас Мудрость человеческая затуманилась И они не могли видеть Святого Господа 23, стих И славу нетленного Бога Изменили в образ, подобный тленному человеку И птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся Мы променяли славу бессмертного Бога На образ смертного человека Птиц и пресмыкающихся Когда человек отделяется от Бога Он начинает поклоняться идолам Человек начал поклоняться истуканам Различных животных и насекомых Вместо того, чтобы поклоняться Богу Обычно идолы изготавливаются в виде человека Животного, птиц, скота и насекомых А сегодня деньги Влияние Жадность И мы сами Вот наши идолы Упрямство Тоже идол Угождение себе Идол Галатам 3, 5 Первое царство 15, 23 Стих 24 То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте Так что они сквернили сами свои тела Бог предал их в похотях сердец их 2 Парлипоминон 15, 2 Человек впадает в темноту Если Бог позволяет это Они впали в грех Люди стали неуважительно относиться друг к другу Стали совершать грех прелюбодеяния Первое, что приходит к нам, когда мы отходим от Бога Это прелюбодеяние Грех с нашими телами Называется прелюбодеянием 1 Коринфянам 6, 18 Но наши стела Это церковь Бога, Его храм За неуважительное отношение к Его храму Бог нас покарает 1 Коринфянам 3, 16, 17 Те, кто поклоняются идолам Хранят святость и нравственность Они преследуют то, чего хотят Даже если их губы Поклоняются своему Богу или Богам В результате поклонения идолам Человек впадает в блуд Притчи 22, 14 Но дабы не согрешить, нужно бежать от греха 2 Тимофею 2, 22 2 Коринфянам 6, 18 Избегать Нужно избегать места И всякого повода согрешить Стих 25 Они заменили истину Божию ложью И поклонялись И служили твари вместо Творца Который благословен вовеки Аминь Лжепоклонники Заменили истину Божию на ложь Они поклоняются Творению А не Творцу Поклоняться идолам Это значит идти на поводу похотей Похотей плоти Это значит идти на поводу чувств Когда израильтяне вышли из Египта Они соткали золотого теленка И поклонялись ему как Богу Это привело их к материализму Когда же истинная вера движима духом А дух невозможно удовлетворить Материальными вещами Истинная вера живет Богом И его принципами Она духовно ориентирована И все время стремится к небесам К горнему Стих 26 Потому предал их Бог постыдным страстям Женщины их заменили Естественное употребление Противоестественным Люди отделились от Бога И стали поклоняться лже-богам Из-за чего стали жадными Они злоупотребляли сексуальностью И применяли ее В противоположном направлении От ее первоначального предназначения Это однополые отношения Стих 27 Подобные мужчины Оставив естественное употребление Женского пола Разжигались похотью друг на друга Мужчины на мужчинах Делая срам И получая в самих себе Должное возмездие За свое заблуждение Один муж И одна жена Ступают в брак И рождают детей Таков есть сценарий Бога для них Но однополые взаимоотношения Это нечестивое Для Бога состояние Именно из-за однополых отношений Были наказаны Содом и Гоморра И каждого Участвующего в них Ждет наказание За этот грех Из-за безнравственности Возникают сексуальные болезни И неудачи Левит 18-22 1 Тимофею 1 стихи 9 и 10 9 и 10 стих Такие болезни Как спид И подобные болезни Передаются В среде однополых отношений Стих 28 И как они не заботились Иметь Бога в разуме То предал их Бог Превратному уму Делать непотребство Но как наши сердца Более не в Боге Демоны овладевают нами Из-за чего люди Совершают аморальные поступки Стих 29 Так что они исполнены Всякой неправды Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия Если мы разделим то, что написано в этом стихе То найдем 5 тем Есть грешники Которые относятся к себе плохо Существует нечестие Зло, жадность и разврат Это грехи По отношению к самому себе А есть грехи Проявляющиеся в отношениях С другими людьми Зависть, убийство, распри, обман и злоба Зависть, убийство, распри, обман и злоба Это грехи, которые проявляются по отношению к людям Следующий грех Это когда человек ставит себя на самое высокое место То есть высокомерие Это значит иметь ненавистное сердце к Богу А также гордость Следующий грех Измена верности Итак Предательство родителей Итак Первое Грех Это когда грешник грешит сам против себя Второй грех Проявляется во взаимоотношениях с другими людьми Третий грех Пренебрегая другими Ставит себя на высокую позицию над другими Четвертый грех Слухи Пятый грех Измена Стих 30 Злоречивы Клеветники Богоненавистники Обидчики Самохвалы Горды Изобретательны на зло Непослушны родителям Сплетни Не для верующих Нужно быть осторожными в словах Дабы не ранить никого словом Нельзя То есть Быть злоречивыми Мы должны благословлять Своими словами А не проклинать Также не быть гордыми Нужно послушаться родителям Стих 31 Безрассудны Вероломны Нелюбовны Непримиримы Немилостивы Верующим следует сдерживать свои обещания Наше сердце должно любить И прощать других Мы должны твердо стоять На праведности Доброжелательности И истине Матфея 23 Стих 32 Они знают праведный суд Божий Но делающих Такие дела достойны смерти Однако не только их делают Что делающие такие дела Достойны смерти Однако они не только их делают Но и делающих одобряют Согрешившие будут осуждены Они получат наказание от Бога Но нужно помнить Что все мы порой участвуем В этих грехах Грех также заразен Вызывает зависимость Последствия греха Глубокие и наследственные Все согрешили И поэтому нам необходима Евангелие Каждый из нас грешник Грех передается нам по наследству Нам просто необходимо Евангелие Каждый человек нуждается В вере во Христа Потому что только через веру в Иисуса Грешник может быть спасен От своего греха На этом вторая лекция по книге Послание к римлянам закончено Спасибо Спасибо